На счет три. Раз, два, три. Салют, Оперпосты! Вновь рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня очередной разбор-анализ трейлера. На этот раз я решил посмотреть и проанализировать трейлер к фильму «Бэтмен». С Робертом Паттисоном, который выйдет в 2021 году. Уже есть трейлер. На мой взгляд, очень прикольный. Такой мрачный, нуарный. Немножко в стиле Джокера, наверное, последнего. Каждый новый «Бэтмен» становится все мрачнее, все темнее. Снимал этот фильм крутейший оператор Грег Фрейзер. Советую всем подписаться на его соцсети и следить за его работами. Предлагаю начать с изучения странички этого фильма на IMDb. И мы видим, что этот фильм снимался на камеры Ари-Алекса LF и Ари-Алекса Мини-ЛФ. Уже разбирал трейлер к фильму «Дюна», и там абсолютно такая же схема использовалась. То есть видим, что оператор использует Алекса LF как основную камеру и Мини-ЛФ как дополнительную камеру для каких-то различных ситуаций, где Алекса ЛФ либо слишком тяжелая, либо слишком габаритная. Видим, что съемка велась на объективы Ари-Альфа-Аноморфик. Честно говоря, я не знаю, что такое Альфа-Аноморфик, и в интернете я никакой информации об этих объективах не нашел. Если вы знаете, что это за объективы, напишите в комментариях. Но мне кажется, что это какая-то модификация мастера Аноморфик под LF-ные камеры. Вот. Формат съемки был Ари-Ро 4,5К, такой же, как в «Дюне». И разрешение сторон было 2,39 к 1. Начинается трейлер с такого кадра, где мы, по сути, не видим лицо актера. То есть он у нас даже, в принципе, сидит не на фоне каком-то светлом. То есть единственная часть тела, которая у него попадает на светлый фон, это рука. И вообще понять, что происходит, что снизу лежит человек, нам позволяют только белые рукава рубашки. Если бы он был в черной какой-нибудь одежде, мы бы даже и рук бы не увидели. Еле-еле как-то там подсвечены фоны. В принципе, мы считываем, что время действия – это ночь, что за окном темно. Немножко даже нету никаких огоньков в окнах домов. В основном работает только небо, которое виднеется там сверху за домами. И горят две, можно сказать, одинокие лампы. Хотя вот мы видим еще одну лампу в кадре слева, но она не горит. Хотя, на мой взгляд, она также прикольно бы дала здесь блик на полу. И вообще ракурс интересный подобран, такой максимально приближенный к полу. И поэтому у нас пошли вот эти в полу интересные рефлексы. Отражается какой-то свет, отражается мебель. Что касается главного злодея, вероятнее всего, его особо не выделяют, чтобы создать какую-то интригу. Хотя мы видим, что его левая рука выделяется на фоне яркой стенки. Хотя, если вы совершаете преступление, то, скорее всего, вы бы выключили свет. А тут горят аж целых две лампы, то, скорее всего, это было все-таки оправдано тем, что нужно было как-то выделить героя. Поэтому зажгли немножко свет сзади него. И вот мы видим здесь дверь. Она также немножко подсвечена сзади, чтобы и правая часть персонажа хоть чуть-чуть довыделялась на фоне этой двери. На самого персонажа, по сути, светит только какой-то холодный прибор, который расположен чуть-чуть контровее самого героя. Он, по сути, тут подсвечивает немножко изоленту. Этот же прибор подсвечивает и героя, лежащего снизу. Поэтому мы видим белые рукава. Потому что над ними какой-то яркий источник, немножко контровым, который не проходит на лицо злодею, но обрисовывает в целом всю эту композицию. И дальше мы, когда переходим на крупный план злодея, мы видим, что этот источник стал светить в два или в три раза ярче. Не знаю, чем это обусловлено. Видимо, просто вот именно вот в этой ситуации оператору уже не хватало каких-то ярких источников. То есть мы видим, что в самой комнате полная темнота. До этого на общем плане мы видели какую-то там стоящую на столе лампу, которая ярко светит. В этом кадре мы, по сути, не видим каких-то ярких источников, только какой-то желтый блик с правой стороны. И, вероятнее всего, он решил усилить этот свет верхний на героя, чтобы больше придать очертания его маске. Поскольку мы уже знакомим зрителя с самим злодеем уже ближе, хочется уже рассмотреть, что у него за маска надета. Тем более там на ютубе уже много разборов вообще всей его одежды, его маски. Уже все разобрали, что это такое. Если бы он был здесь засвечен как на общаке, чуть-чуть там где-то сзади, то мы бы абсолютно не прочли, что у него на лице, что это за маска. В этом кадре, я так понимаю, это в руках фонарик некого детектива, который его нашел. Скорее всего, также этот холодный прибор, который светил на злодея и героя, тот же принцип и используется. Он продолжает светить сверху, подсвечивает вот эту мебель за ним, самого актера, лицо его. Ну и уже вот этот динамичный свет там создается каким-то фонариком. Эта сцена, на мой взгляд, абсолютно выполнена исключительно какими-то, можно сказать, светом, который висит в кадре. Хотя он по диммеру опущен довольно-таки сильно, но при этом видим, что он дает какие-то контровые, дает контровой здесь. То есть, скорее всего, этот свет доходит и до парня, который вот здесь стоит, этот свет доходит до парня, который здесь стоит. Какой-то свет там из-за дверей выходит на этих полицейских. И также, скорее всего, использовалась какая-то холодная грунтовочка. Мы видим на ребятах сзади холодный свет, проходит им на одежду, на головы. Скорее всего, какой-то сзади холодный контровой, который не работает на персонажа от камеры. Он расположен за ним. В принципе, он и на этих ребят тоже не проходит. Он проходит только вот на тех ребят, которые расположены сзади. Вот видим, что самого Бэтмена освещают также этим верхним источником. То есть, по сути, здесь все кадры в этой сцене освещены каким-то верхним источником, который вот бликует в его металлических конструкциях одежды, в резине. Возможно, здесь что-то, кстати, и добавлено ему, потому что у него правая часть лица более ярче высвечена. Либо просто сам верхний источник смещен немножко вправо, чтобы не засвечивать ему все лицо, а чтобы он оставался немножко все-таки боковым. При этом так выставили актера, чтобы его силуэт очерчивался за счет того, что за ним ярко подсвечена стенка. И мы видим вообще яркие источники какие-то в кадре. Всегда хорошо работает. Вот если бы полностью убрать вот это вот яркое пятно, то кадр превратится в супер скучный и такой как будто неинтересный, неинформативный. Вот добавляя вот такие вот яркие источники в кадре на темных кадрах. То есть, лицо остается темное, вообще все в таком мрачнике, но сзади видим какую-то яркую лампу и уже понимаем, ага, вот этот предмет яркий, вот этот темный. И нам уже не кажется, что у нас типа просто экран компьютера довольно-таки темный, а мы уже понимаем, что это именно персонаж стоит в тени. При этом оператор довольно-таки смело оставляет его левую часть абсолютно сливающейся с черным фоном, да, то есть как бы обычно мы в таких ситуациях поступаем. Ставим еще контровой слева, чтобы здесь обрисовать силуэт Бэтмена, ну или вообще любого другого персонажа. Но в данной ситуации оператор идет осознанно на то, чтобы использовать всего один какой-то источник на актерах, максимум там какой-то контровой имитирующий блик от лампы. Ну, в общем, такой творческий минимализм. Также абсолютно никак не подсвечен персонаж по переднему плану, хотя обычно мы в таких ситуациях ставим еще какой-то контровой, чтобы немножко подчеркнуть, что здесь стоит герой. Ну, опять же, новый Бэтмен обещает быть супер мрачным, супер темным, поэтому минимум света. Где-то точечно что-то подсвечивается, но глобально не высвечивается, не прорисовывается. Все время в такой полутайне остается. Такой интересный портрет, снятый на улице, но, скорее всего, здесь какой-то источник света светит ему на лицо, и, возможно, видно даже визуально, что он немножко отличается по температуре от дневного света. Скорее всего, где-то на общем плане этой сцены там есть какие-то репортеры, которые светят там накамерными каким-то светом, потому что это пресс-конференция. То есть, скорее всего, этот контровой идет и умышленно сделан таким более искусственным. Но при этом основной свет у нас работает сверху, в три четверти к актеру, делает ему рисунок на лице, вот подсвечивает немножко сверху. И при этом все со стороны камеры затемняется, чтобы вот эта часть лица оставалась в тени. А вот, собственно, и он. Вот мы видим на общем плане этот источник света. То есть, время действия уже такой поздний вечер, но при этом еще идет какой-то свет от неба, все это подсвечиваются герои, вот видно контровые. Возможно, это был искусственный свет или реально какое-то небо давало еще какой-то свет. На мой взгляд, это еще реальное небо. Скорее всего, снималась сцена каким-то вечером или в пасмурный день просто прикрывалась диафрагма. Ну вот, мы видим источник, который как бы от репортера светит на нашего героя. Ну и от камеры идет такое глобальное затемнение, чтобы всех вот этих вот людей не высвечивать, не видеть их спины, видеть в основном только какие-то силуэты и контровые. Да, ну вот видим, что это все-таки день еще, то есть небо реально работает, подсвечивает здания, подсвечивает людей. Судя по всему, спины людей в предыдущей сцене все-таки не затемнялись, потому что справа мы видим гигантское количество деревьев, скорее всего, еще какие-то здания, которые являются естественным затемнением. Вот эти люди, возможно, затемнялись дополнительно возле камеры. А может, и не затемнялись. Если как бы уже смеркается, уже темно, и здания, они еще естественную тень создают, то не всегда нужно прям дополнительно затемнять. Вот Бэтмен приезжает в свою пещеру. Видим также, что свет в основном контровой, просто подсвечивает какие-то интерьеры. Плюс на самого Бэтмена два мягких контровых, которые подсвечивают ему шлем, подсвечивает немного рюкзак, но никакого света вообще не идет от камеры. Также заметил, что не суперкрасивый портретный свет ставят на самого Бэтмена. в какие-то тревожные моменты. Но я других моментов в этом фильме не увидел. То есть в основном свет всегда немножко верхний, так, чтобы у него под глазом оставалась тень, чтобы подчеркнуть фактуру подбородка, чтобы сделать лицо таким более грубым. То есть свет ставят не ребрантовский, не в три четверти, не боковой, а именно такой всегда сверху, чтобы были тени, фактура. При этом нету никаких контровых, никак он не подсвечен ни сзади, ни сверху. Просто один рисующий какой-то такой средней мягкости свет. Тут на общем плане видим, что сцена снималась уже глубокой ночью. В основном левую часть кадра подсвечивают какие-то точечные приборы. Возможно, что-то развешивали, там какие-нибудь квазары, астеры. Либо это просто свет, который на локации был. Хотя я сомневаюсь, обычно на локациях такой свет весь разноцветный, какой-то желтый, какой-то зеленый. Здесь же он абсолютно такой чистый белый свет. Скорее всего, это просто какие-то точечные источники, уже художниками повешены по кадру. Основной здесь свет на героев идет вообще от фар автомобильных и несколько холодных источников, которые создают такой цветовой контраст. То есть у нас есть желтый свет от фар и холодный свет от каких-то источников, подвешенных на здании. Интересно сделаны вспышки на лице у злодея. Один прибор стоит, как контровой работает, подчеркивает его силуэт. И один прибор гораздо меньшей яркости работает ему на лицо, как рисунок, дублирует тот же самый прибор, который светит на него и без вспышки. То есть они стоят, скорее всего, просто рядом. И характер освещения на лице в основном остается прежний. То есть меняется просто яркость лица, температура из более холодного в более теплый. Хотя странно, обычно вспышки молний на улице делают именно холодным светом. То есть, скорее всего, мы чаще всего замечаем, что свет на лице актера, допустим, теплый, а вспышки... Хотя, возможно, это не вспышки от молнии, хотя мы видим в кадре дождь, но вполне возможно, что это вспышки от выстрелов. Они в таком случае обычно делаются теплыми. Ну, опять же, посмотрим, дождемся фильма, и будет уже понятно, что это за вспышки. Но вообще, как правило, молния делается именно холодной, синеватой такой. Вообще, конечно, на моем экране выглядит супер темно, но мы должны понимать, что это фильмы снимаются для кинотеатра. И когда мы в кинотеатре сидим в темном зале, и яркий проектор светит на белый экран, то все эти кадры выглядят немного светлее. И поэтому, когда ребята делают цветокоррекцию, они делают цветокоррекцию в основном под кинотеатральные площадки. Когда они смотрят цветокоррекцию даже не на экране телевизора или какого-то монитора, они смотрят прямо на проекторе, то есть делают цветокоррекцию по проектору. И поэтому те кадры, которые нам на мониторе кажутся супер темными, и мы думаем, что ни хрена же не видно, на самом деле в кинотеатре будут смотреться совершенно по-другому. Там будет все больше, там будет больше деталей в тенях. Плюс я еще сижу, на меня сейчас светит огромный софтбокс, у меня какие-то отражения лампочек в экране, поэтому мне сложно судить прям 100% о яркости этих кадров, но, скорее всего, в кинотеатре они будут смотреться нормально. Ну вот, скорее всего, это кадр из той сцены, где я говорил, что на чувака светят вспышки от молнии. Скорее всего, это вот эти кадры с перестрелкой, и мы видим, что это вспышки, скорее всего, от выстрелов. Да, вот они, такие более теплые. А чувак просто стоит, смотрит, как другие... друг друга стреляют. Вот, и возвращаясь к первой сцене, мы видели, что свет был контровым, но изначально-то, наверное, все понимали, что герой будет поднимать голову наверх, либо его попросили не вот так сидеть неровно, а именно поднять наверх, чтобы его лицо вышло в свет, который светит на него, и получил я такой мягкий рисуночек. Уличная сцена вот драки с Бэтменом выглядит тоже довольно-таки мрачной. Видно, что здесь какой-то источник света дает жесткий контровой, дает блики в одежде, и при этом еще какой-то мягкий источник сбоку такой же температуры дает им какой-то мягкий рисуночек еще боковой, то есть более четко подсвечет. При этом мы не видим, чтобы на улице использовался какой-то дым, чтобы немножко подвыбелить задник, хотя, возможно, он и использовался, но опущен на цветокоррекции максимально еще. Вообще контраст там буквально на 1% немножко меньше, чем на переднем плане. Скорее всего, там и есть дым, но он не супер как-то заметно работает. В этом кадре видим сцена погони. Скорее всего, развешаны какие-то лампы. Скорее всего, какие-то просто уличные фонари подобранные, развешаны на столбах, либо использовались реальные. Не знаю, что за локация. Они же работают вот на эту машину, здесь подсвечивают, плюс отражения какие-то в стекле. На героя, скорее всего, работает какое-то такое световое пятно либо сверху, либо, возможно, сбоку, так, чтобы край машины немножко затемнял. То есть мы видим, что у него сверху лицо чуть темнее, снизу чуть светлее, и при этом, возможно, какое-то заполнение еще от камеры идет ему на лицо, чтобы вот здесь немножко из темноты достать его глаза. Да, мы, собственно, и видим у него в глазу блик от этого прибора. Скорее всего, на капоте закреплен прибор, и плюс какие-то блики вот так вот проходят сюда ему под нос. Также в этой сцене видим, как он стоит на фоне контрового света. В основном свет работает на его тачку, на фоны, и никакого света абсолютно нету на самом персонаже. даже, в принципе, от мониторов, хотя что-то здесь еще настольная лампа, что-то светит на стол, но сам наш герой очень слабо высочен. И, скорее всего, дальше в фильме, когда мы переходим на его крупняк, на какой-то план, то для нас вот этот свет, который идет за ним на этом общем плане, он становится уже рисующим на крупняке, когда мы переходим на его лицо. Он становится боковым рисующим, то есть ориентация по свету персонажу заранее выстроена так, чтобы ничего не подворовывать и снимать, в принципе, в одной и той же световой схеме. Персонаж стоит боком к свету, мы снимаем сперва силуэт, потом переходим на крупняк, бац, а у нас уже готовый рисунок. Мы только подкрепляем его какой-то фрострамой или имитируем его. Ну, в общем, как-то уже работаем в этой схеме. Если это кадр из этой же сцены, то вот оно так и есть. То есть у нас, по сути, свет идет с правой стороны от вот этих ламп, которые там висели, светили на тачку. То есть тут просто он приглушен какой-то фрострамой и опущен по яркости в минимум, чтобы просто подчеркнуть, как бы, что у него одна сторона лица чуть темнее, другая чуть ярче. И, скорее всего, вот сюда на лицо идет свет какой-то вот от мониторов, которые здесь стояли перед ним. Если он смотрит в мониторы, конечно. Ну, то есть тут тоже небольшое очертание лица все-таки присутствует. Не совсем в ноль опущены тени. И при этом также никак не подчеркнут его силуэт. Лишь немножечко, чуть-чуть ярче высвечен фон буквально на 1%. Ну что, вот такой вот разбор трейлера «Бэтмена». Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. В общем, проявляйте какую-то активность. Это все на руку моему каналу. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующем видео. С вами был Алексей Андреев. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»